Примеры безалаберного отношения управляющих компаний К своей работе прямо сейчас В эфире дежурный по городу Здравствуйте Улица Санфировой, 112 Кровля дома нуждается в ремонте От протечек регулярно страдают квартиры второго этажа По стенке он течет И на кухне он все течет Вот заявление С 11-го года Никакого результата Никто не приходил Ничего не делали Альтернативу писала У них есть экземпляр У меня есть экземпляр И в общем без толпы Ничего нет Нас через каждые 3 года Регулярно бросают из одной управляющей компании В другую Уводят управляющую компанию От ответственности за бездействие Говорила с Куманцовым Когда были в ЗАО ПТС Лично я к нему ходил на прием Он мне сказал Надо на вашу крышу 200 тысяч Вот у меня на сегодняшний день 92 тысячи только Значит на всю крышу опять Мне не хватит на ремонт Сейчас вот они мне ответили письмо Прислали Альтернатива конечно Я же им писала Короче в пределах собираемых средств Частично мне не надо У одного сделают Это будет скандал между жителями Вот она с 11-го года ходит Другая у меня ходит с 12-го года В другом подъезде Сейчас они как будут с собой эти деньги делить Улица Зои Космодемьянской 3 Третий подъезд Жильцы нескольких квартир Жалуются на постоянные перебои с горячей водой Проблема касается всех жильцов Нашего подъезда Нашего стойка С первого по девятый этаж Проблема состоит в том Что нет постоянной подачи горячей воды Горячая вода бывает Это исключительно эпизодически В основном идет вода Комнатной температуры В лучшем случае Чуть-чуть тепленькая Вращение наше в ЖЭО Заканчивается тем Что обещают посмотреть Посмотреть, посмотреть И вот они до сих пор все смотрят И результата никакого И я в конце концов Вынуждена была обратиться Вот к дежурному по городу Уже несколько лет Летом эта проблема существует Когда есть отопление То есть и горячая вода постоянно Открываешь кран Сразу идет горячая вода А как отключается отопление То вот эта проблема возникает В общем почему-то мы должны Тоннами сливать холодную воду Платить за нее как за горячую И в результате получать тепленькую воду Которая даже не требует Разбавления холодной водой Я сливаю холодную воду У меня горячий щечек крутится И в результате я плачу как за горячую воду Переулок Славный 4 Рухнувшее во дворе Абсолютно высохшее дерево Никто не убирает Уже две недели Упало дерево Только что отошли люди Бегают дети Дерево лежит Две недели Неделю тому назад Приехали три товарища Женщина пилила Они сидели Вот здесь была куча Дворника нет Потому что убрали буквально неделю назад Дерево как лежало, так и лежит Повреждена машина Уже две недели стоит Только вчера ее отогнали Потому что якобы нельзя пилить дерево При желании можно сделать все Если захотеть Поэтому мы хотим Чтобы на наш двор Вообще обратили внимание Вы посмотрите Следующие деревья Не сегодня Завтра и они упадут И об этом уже писалось И в управляющую компанию писалось И старшая по дому Которая относится к управляющей компании Говорила об этом И не раз И никто не обращает внимания Никому не надо Не проехать Не пройти Бабульки у нас Обходят круговой Им нельзя пройти Ну и естественно Вообще весь вид портить Здесь у нас во дворе Жарная, скорая Ну не проедешь В нашем аварийном состоянии В аварийном состоянии у нас все И в данный момент По-моему у нас есть кто И ни за что не отвечает Никому ничего не надо Это все на сегодня Звоните и пишите в нашу редакцию До встречи